Рыбакит папа рисует Привет-привет! Сегодня у нас большое сафари. Меня зовут Ваня, я рисую зверей Африки. Вот так вот мы рисовать будем. Специальная книжка для рисования. Сейчас мы все посмотрим. А лучик вам поможет? Лучик это наш друг. Это книжка про лучика и меня, где мы путешествуем по Африке. Давай посмотрим. Открываем и смотрим, что здесь есть. Здесь есть начало истории, где мы побывали. Да, это краткий пересказ того, что уже было, потому что мы уже путешествуем. Каждый день мы читаем одну страничку. Здесь мы приплыли с тобой в Африку. О, как здорово, мы приплыли и нам понравилось. Здесь у нас пирамиды есть, песок и много-много зверей. Мы отправляемся в сафари. Первый, мы повстречали крокодила. И его нарисовали. И это получилось здорово. Второго, мы повстречали зебру. И ты ее нарисовал очень хорошо. Да, я тоже рисую. И у меня получается, зебра это такая полосатая лошадка. Потом мы нарисовали быструю птицу. Я даже забыл, как ее зовут. Страус. Лучик, ты всегда все забываешь. Я тебе буду напоминать. Страус. А третья кто будет? Четвертый. Четвертый будет большой-большой верблюд. Верблюд, верблюд, верблюд. Как хорошо. Я стараюсь нарисовать очень хорошо. И тебе покажу, как пользоваться этой книжкой. Мы открываем книжку. Смотрим, что здесь есть. У нас есть пейзаж там, где живет это животное. И где Лучик повстречался. Читаем. Как жарко и очень пить хочется. Печет. У меня совсем нет воды. Говорит Лучик. И тут он повстречал верблюда с двумя горбами. Есть верблюд с одним горбом. А это с двумя сразу. Это здорово. Если мы научимся двух горбов верблюд нарисовать, то одна горба у тебя точно получится. Я верблюд. Стильный и выносливый. Могу долго идти по пустыне и обходиться без воды. Меня называют кораблем пустыни. Хотя я не корабль. Точно, ты не корабль. Но ты иногда пьешь, но можешь водиться без воды. И мы тебя сейчас нарисуем. Как пользоваться книжкой. У нас есть пошаговый урок. Мы смотрим, что после чего идет. И рисуем это здесь. Место для рисования готово. Также, если тебе нравятся видео уроки, рыбаки, то наводи сюда свой гаджет. Например, планшет или телефон. И тут же увидишь видео урок, как я рисую верблюда. Не пингвина. Верблюда. Прямо для тебя сейчас поэтапно. И он там большой, хороший. Здесь я просто стараюсь его сюда уместить. Примерно здесь он такой же должен влезть. Я рисую фломастером, чтобы тебе видно было хорошо. Но в принципе ты можешь рисовать и карандашом. Начинаем. Тут написано, два горба. Рисуем два горба. Один горб, второй горб. Готово. Теперь голову, шею. Сначала шею. Сразу можно срисовывать отсюда. Шея вверх идет. Теперь вот сюда идет. Вверх сюда загибается. И так один продолговатое мордочка. Мордочка продолговатое. Вот сюда завершать. Отлично. У меня получается. Я прям как настоящий ход. Следующим этапом. Это мы номер два сделали. Теперь номер три. Шея. Ноги. И пузико. Давай с ног начнем. Я ноги рисую. Вот так ноги. У него ноги длинные. Ноги. Вот так вот. Ноги. Ноги. Заканчиваем. Шея. Пузико. Все как нарисовано. Все. Теперь на четвертый переходим. На четвертый. Уши. Уши. Здесь ухо. Здесь ухо. Отлично. Теперь еще по две ноги. Чтоб считать две ноги получилось. Две ноги. И переходим на пятую. Да это вообще пять минут и все готово, ты скажешь. А я скажу, да, действительно. На самом деле, как ты рисуешь и у тебя все понятно, тогда это все быстро происходит. Чубчик. Я сверху вниз читаю. Чубчик. Глаза. Носик. И улыбочка. Готово. Теперь такие неровности на горбах. Это шерсть у него. Волосики. Это у него грива. Здесь у него даже есть, я не знаю, шерсть на груди, наверное. И хвостик. Не забудь ему хвостик нарисовать. И, конечно, копытца. А копытца у него не как у лошади. Они такие у него такие, ну не знаю, как чоботы какие-то. Не знаю, как это назвать, но это тоже смешно. Ну, они необычные, не похожи на лошадиные. Такие вот, как я их нарисовал. Вот у нас получился и такой классный вверх блюд. Запомнили, где он живет? Видно, жарко. Пить он может долго не пить, но пить он любит. А теперь мы его раскрашиваем. Берем какой-нибудь цвет, который подходящий. Например, желтый или оранжевый или коричневый. Я думаю, оранжевый для него подойдет очень хорошо. Я рисую карандашами, раскрашиваю карандашами. И тебе тоже советую карандашами раскрашивать. Это очень полезно. Правильно держать карандаши и раскрашивать. Ты умнеешь, умнеешь на глазах, если пользуешься карандашами. А в школе это все пригодится. Кажется сначала, что фломастерами легче и давить не надо. Но на самом деле это неправильно. Потому что, когда ты давишь, ты сильнее становишься и умней. Так я всегда делаю. Всегда раскрашиваю карандашами. Все, что я дед, у меня были только карандаши. И я научился рисовать. Ну, надеюсь, что научился. Раскрашиваю теперь коричневым цветом. Что здесь? Как раз видно, что копытца ему раскрашиваю коричневым цветом. Коричневым цветом хвостик. Горбы. Коричневым цветом это такая шерсть, можно сказать. Его шерсть. Шерсть. Везде, где шерсть я вижу, я раскрасил. А теперь я телесный цвет возьму. Телесный цвет, он очень похож на телесный цвет. И ему мордочку раскрашиваю. Это светло-светло такой бежевый. Отлично. Никогда не заканчивай рисунок вот так. Готово. И маме покажи, лайк получишь. А мама порадуется, когда ты нарисуешь еще что-то вокруг. К примеру, нарисуешь желтое-желтое солнце, которое очень-очень жарит. Нарисуешь его тоже. Нарисуешь желтый песок. Раскрасишь. Нарисуешь оранжевый песок сверху. А может быть даже маленькие песочницы. Вот так. Чёп-чёп-чёп-чёп-чёп-чёп. Песочек-песочек-песочек. Нарисуешь синее-синее небо. Можно положить плашмя, карандаш. И вот так вот нарисовать небо. И тогда у нас получится настоящая картина в книжке. И ты будешь настоящим иллюстратором. Вот так я рисую свои книжки. И советую тебе тоже. Зову тебя рисовать со мной. Давай посмотрим, что получилось. Ох, 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 ох. И я тут всё пропустил. Да нет же. Лучик, мы с тобой вместе рисовали. Помнишь, ты пить хотел? Да, я помню этого парня. И у него два горба. А у тебя так здорово получилось. Я стараюсь. И ребята, тоже получилось. Тоже хорошо. Давай посмотрим, что дальше будет. Что мы завтра будем рисовать. Давай, 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 давай. Перелистываем. О, да это большой слонёнок. Большой, маленький слонёнок и большой слон. Дальше у нас есть много разных зверей. Наша сафари продолжается. Каждый день я рисую по одному рисунку. Показываю, как надо работать с моей книжкой для рисования. Называется сафари. Да, большое сафари по Африке. Животных много. Картинок много. Тебе есть, что порисовать всё лето. Так что смотри внимательно. Не отходи далеко. И если честно, то всегда с собой. Не нужен для этого телефон какой-то. Есть уже всё готово. Только карандаши. Тебе нужно для того, чтобы рисовать таких классных зверей, как сам. Вот сегодня мы нарисовали этого. Дальше возвращаемся. Ещё напомню. Если ты рисуешь со мной, то заходи, пожалуйста, по ссылке в описании в группу. Телеграм-группа и мама может поделиться твоими рисунками. Я буду ждать твоих верблюдов, бегемотов и остальных зверей, когда ты нарисуешь. Обязательно поставлю тебе супер большой лайк. И будем продолжать вместе рисовать. Всё. До новых встреч. Пока-пока. Привет. Я Ваня рисую на канале Рыбакит. Я сделал серию книг-альбомов для рисования с пошаговыми уроками рисования и местом для рисунка. Ты узнаешь про приключения яркого желтого зайчика лучика, который любит рисовать всё, что видит. В каждой книге ты найдёшь пошаговые уроки, плюс QR-код для просмотра специальных видеоуроков от меня. Мы нарисуем с тобой и лучиком много замечательных рисунков, зверей Африки, машинки в городе, динозавры, животных фермы. Книги ты можешь найти на всех книжных интернет-полках и по ссылке в описании.